Не секрет, что человек чувствует себя счастливым, когда сбывается его мечта. Я вернулась домой в родную Беларусь из Украины, где многие годы работала. Дома я получила интересную, любимую работу в отрасли, которая является для Беларуси новой. Хорошую заработную плату. Мне сразу дали квартиру. И сегодня я могу сказать, что моя мечта сбылась здесь, в Беларуси. Когда вы запускали проект БелДжи, вы сказали, что сбылась ваша мечта. В Беларуси начали выпускать легковые автомобили. Сбылась ли ваша мечта с запуском нашего производства? Счастлив ли наш президент? Буду счастлив, если с моей родной Украины. Мои же тоже где-то там корни зарыты. Люди не будут так бежать, как сейчас. Месяц назад 400-500 человек в сутки с Украины к нам приходило людей. Я рассказывал как-то. Кого-то надо покормить с детишками. Кто на велосипедах, кто на чем. С детками изможденные, грязные. Кого-то отмыть, кого-то помыть, кого-то накормить, кого-то подлечить и таблетки с собой какие-то дать, укол сделать, а кого-то забрать в больницу, вылечить. Наши люди, куда ты этого денешься? И на меня еще пытаются там власти накатывать, что я чуть ли не воюю в Украине. Да я лечу сегодня украинцев, наши врачи и россиян. Мы спасали людей и спасаем. Мы никого не убиваем, а нас там убивали. Помните эту спецоперацию по водителям большегрузных автомобилей? Под 80 человек захватили, отобрали у них всю собственность автомобиля и людей посадили в подвал. Поэтому ко мне претензий не надо предъявлять. И потом, вы видели мою позицию по Украине, что я только там не делал. И первыми, кто против нас санкции ввел, был Киев, Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросив России это, и то, и что только я даже и говорить здесь не хочу. Они против нас санкции. Почему? Потому что они не самостоятельны. Им дали команду через поляково-американцы, и они начали вводить санкции. Небо закрыли для нас. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией. Поэтому, это что касается Украины, об этом много сказано. Еще раз говорю, у меня нет абсолютно никакого желания отправлять туда своих военных, если они не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, будем вас на руках носить. Все вы родные для нас, но с оружием в руках мало не покажется. Самая главная моя мечта, как у нас белорусы заужды казали, «Каб не было войны». Я хочу, чтобы мы спокойно жили. Я часто говорю об этом, давайте будем работать, спокойно жить. Но вы, когда у вас интерес, а что делать, как, я уже вам сказал. Тоже по-народному, пожалуйста, занимайтесь своим делом. Бухгалтер, экономист, бухгалтерист, читайте, рабочий, оператор, крутите, вертите, нажимайте на кнопки компьютера там и так далее. А я буду заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим делом. Ни в коем случае не допускайте даже малейшей какой-то расхлябанности, недисциплинированности, что приведет непременно к дестабилизации обстановки. А этим сразу же воспользуются наши соперники. Только от нас это все зависит. Поэтому живите спокойно, не переживайте. Все у нас образуется. Все, чего нет, мы купим, как я говорю. Счастья и успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!